Хабиб Нурмагомедов провел Каспийский международный турнир по футболу среди слепых. Кубок Каспия собрал 8 команд из стран зарубежья и субъектов России. Как играют спортсмены, у которых полностью отсутствует зрение, знает Курбан Рагимов. Никита Егоров не видит с рождения. Все свои 29 лет спортсмен живет в полной темноте. Однако это не мешает ему добиваться успехов в мини-футболе. Он начинал играть еще в 2009-м, а спустя несколько лет мечта стала реальностью. Сегодня Никита один из лидеров сборной команды России. Сначала очень хотелось просто доказать себе, что я могу играть на высоком уровне. Ну, сначала, что вообще могу играть, водить мяч и прочее. Потом, когда первые успехи пошли, хотелось тянуться к наиболее высшему уровню. А потом уже, соответственно, когда кое-что стало получаться, просто держать планку. И успех мотивирует на дальнейшую работу чаще всего лично меня. Порой страсти кипят в игре такие, что не снятся футболистам премьер-лиги. Да и уровень мастерства здесь высокий. В Каспийск съехалась почти вся элита российского мини-футбола Б1. Уходи, Никита, влево, уходи, влево, влево. Всего в турнире участвует 8 команд. Помимо местных клубов, это сборные Казахстана, Молдовы, Республик Марии, Эллы, Чечни, а также команды из Москвы и Московской области. Вообще идея турнира, организация турнира пришла к Хабибу после того, как он сыграл в товарищеском матче со сборной Казахстана. И мы созвонились и как-то синхронно друг к другу сказали, что давай проведем турнир международный в Дагестане. Это первый турнир международного уровня в России. Настолько высокой организации не было еще ни на одном турнире в России. Начиная от призового фонда, заканчивая расселением и всего остального. Международный турнир, тем более в это время года, где в основном в России у нас и тренироваться негде, играть негде, только в зале. А здесь вообще великолепные условия, прием хороший, проживание, питание, организация, все отлично. В этом мини-футбольном турнире, по большому счету, все точно так же, как и в играх среди абсолютно здоровых спортсменов. По крайней мере, в желании футболистов победить и в их стремлении стать лучше. Здесь немного другие правила, но чего не отнять, так это огромное уважение к игрокам. Оказавшись в непростой жизненной ситуации, они не опустили руки и нашли себя в спорте. Их присутствие на поле вызывает восхищение и у чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Именно он совместно с партнерами из Паралимпийского комитета Казахстана и фондом «Озарение» выступил организатором этого турнира. Я когда был в Казахстане, посетил клуб «Кайрат», футбольный клуб «Кайрат», и там меня познакомили с ребятами, которые играют в футбол, но не видят мяч. Для меня это было такой новостью. Я сам с ним сыграл, и вот они первое уважение мне нанесли там, на футбольном поле. Команда Никиты Егорова выиграла в Каспийске свой очередной трофей. В серии пенальти футболисты из Московской области оказались точнее игроков из республики Мариэл. Хозяева поля остались за пределами первой тройки. Впрочем, солидных денежных премий, кубков и медалей удостоились все участники. Кубок «Каспия» по футболу среди незрячих планирует проводить ежегодно. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.